Друзья, всем привет! Как стал с вами Ломко? Сегодня поиграем мы обычную дотку RMM-чик, как говорится В общем, поиграем на пудже Немножко поделюсь своим мнением по поводу того, на ком в новом патче, в новом обновлении Как некоторые говорят, дота 3 можно тащить Так как я играл где-то последние две недели только MMR Потому что в доте имб режиме проблемы их, по-моему, до сих пор не исправили Да, видите, написано, что-то какая-то фигня Ну там, в общем, играть можно, но закуп, таблички, как-то они пропали куда-то и всякая такая фигня В общем, пока не хочу туда идти Играл MMR В основном играл я на пудже Скажу так У меня не получилось сдвинуться с места Не в плюс, не в минус Играл я на 3000 MMR Ровно 3000 Не смог вообще ни туда, ни сюда То есть, а, в закуп забыл Так Так, так, так И куру придется покупать И вот так Где она вот Да, 3000 MMR это очень много Я сразу же предвижу комментарии школьников Очень смешно Все, пошутили Я посмеялся Окей На 3000 MMR На 3000 MMR я не смог, в принципе, поднять MMR Играл я на пудже Но скажу так На пудже Пудж реально заходит На пудже можно поднимать MMR Все заключалось в том Какие ублюдки за меня попадались А за меня попадались редкостные ублюдки И к чему я это все говорю Матчмейкинг стал еще более мусорнее Чем там буквально год или два назад Он реально стал еще более мусорнее Потому что я помню матчмейкинг Когда я играл там года полтора Или сколько это было Назад на войде Когда это войт был нереально жестким Кто помнит, да И на нем я, в принципе, достаточно удачно Поднимал MMR И на 3000 MMR Когда я играл в новойде В принципе, не было столько мусора Да, конечно, попадались дебилы Я с этого горел Но сейчас выиграть реально трудно Даже на 3000 MMR Возможно, даже это не из-за того, что Больше мусора стало Больше забущенных аккаунтов и так далее Хотя 3000 MMR Не знаю, кто Кто покупает Boost до 3000 MMR По-моему На 3000 MMR играть особо Можно, не напрягаясь Ну ладно Возможно Я не могу поднять MMR Из-за того, что сейчас Dota Стала более зависимым от командной игры И если у тебя в команде 1-2 человека Даже одного достаточно Который не умеет поднажимать кнопки нормально То, скорее всего, ты проиграешь Потому что вытащить даже на коре Сложновато Если у тебя в команде аутист Раньше Все было с этим проще И раньше я играл на войде Потому что Войд Это такой персонаж Который мог Я не знаю Ну, 1 в 5 Это громко сказано Ну, 1 в 4 точно Просто Залететь Поставить купол на четверых За купол Я двоих убиваю Это железно Двоих саппортов хотя бы А с остальными Там Как-нибудь решим Там Че-нибудь Как-нибудь Плюс у Войда были у ворота Вот эти Имбалансные То есть четверых Я мог, в принципе Взять на себя Может, конечно Я всех бы и не убил Но внимание Их бы точно отвлек И двоих я точно За купол забирал То есть там Войд решал очень Сильно Как Как я не добил Вы видели? Я же сделал Последний удар Ха За чушь Ууク Че-то я не заметил Сразу Лол Я говорю Когда снимаешь Видос Болтаешь Вот это вот Очень сильно Уплекает Очень сильно Порой допускаешь Такие дебильные Ошибки Вот сейчас бы Если бы Я просто играл Я бы ее увидел и пошел бы, просто забрал. Это был бы мой фраг. Но, к сожалению... Вот, по поводу пуджика. Играю на пудже не для того, чтобы забустить свой ММР, потому что, в принципе, у меня на него похер. Я буду играть хоть на 1000 ММР, хоть на каком ММР. Мне, в принципе, до лампочки. Играю на пудже, потому что весело. Потому что интересно играть просто на каком-то... ...персонаже обычном. Хорошо сыграл Луна. Молодец. Играть на каком-то обычном персонаже, там, не знаю, на том же Кори, Фармилова. Вот это вот Фармилова, реально. Я за Войда столько нафармил, вся, нафармился в свое время, что мне просто уже тошнит. Вот это вот Фармилова бесконечно. Просто на Войде у меня были четкие инструкции. Я знал, что как делать, в какой ситуации, в какое время я должен чем заниматься. Я знал, что я должен делать в начале, в середине, в конце игры. У меня были четкие планы, расписание. Короче. Я знал, когда... ...когда что делать, когда, допустим... ...игра не пошла. Когда пошла, там, и так далее. Короче. У меня было все... ...до автоматизма. Да лоха! Ха-ха-ха-ха! Ай, как же так получается, ребятки? Хреново. Вот, на Войде у меня было просто все... Я знал, что и как делать, в какое время. И меня этот автоматизм уже настолько достал, что я просто уже не хочу играть на корах, потому что вот это вот Фармилова меня реально бесит. Да, конечно, если бы я хотел, я бы играл, там, условно, какого-нибудь Сларки постоянно. И вот, кстати, по поводу Сларка. Он реально сейчас тащит. На Сларке... Я в основном играю на Пуджа, говорю. Но, когда, допустим, Пуджа забирают, я беру кого-нибудь Сларка, там. Или просто Саппорт какого-нибудь. Сларка я брал, потому что один раз всего. Потому что надо было взять Кора, я взял Сларка, пофармил, и это была очень легкая игра. Честно скажу, в принципе, у меня там счет был за 20 килов, там. То есть, все в таком духе. На Сларке сейчас реально можно, ну, как сказать, обузить. Не обузить, повышать ему варчик свой, тащить каточки. Потому что герой, я всегда говорил в своих видосах, когда там речь шла о Сларке, что Сларк это очень сильный персонаж. На любой стадии игры, на любом патче, в любой ситуации Сларк очень сильный. Даже при том, что в начале не пойдет игра, Сларк очень легко может переворачивать игры. Он очень мобильный, он, как это сказать, трудноубиваемый. Уводится. За рун и шел, ладно, я ставлю ему рун. Вот, Сларк очень сильный, мобильный. Трудноубиваемый, слово дебильное какое-то. Здорово! Здоровенько! Хе-хе-хе-хе. Такие эти демоны играют у нас на линии реально. Они так фидолят просто жестко. Вот за это я люблю пуджа, потому что на нем весело. И в основном я играю пуджом не на миде, а саппортом. Хотя на миде было бы полезнее. Если ты умеешь хукать, ну, в принципе, умеешь правильно играть на пудже, то, конечно, лучше на мид идти. Потому что от пуджа саппорта толку не так много, как, если бы ты постоял мид, там, пофармил немножко. Левел быстрее получил, пошел гангать. Вот. На пудже реально можно так же тащить каточки в умарчике. Хотя у меня это не очень получалось. Опять же повторюсь, что в основном из-за того, что кидает от мороженых дебилов, которые не умеют кнопки поджимать. Скажу так, если вы на пудже, в принципе, умеете играть, умеете хукать, пудж вначале, если сломает игру, да, своими гангами, хуками, первый раз она не стала уворачиваться от хука. Видели, когда я отменил? Она просто бежала по прямой. А второй раз повернулась. Это вот как понять логику человека этого? Это, блядь, я не знаю, это очень странно. Вот стой ты, жевотина! Ёлы-палы! Ёлы-палы! Не повезло. Я думал, она на месте останется, но... Не осталось. Так, давайте, давайте, давайте такую хрень купим. Немножко хило, хотя он нам не столь... Хотя бы кто-нибудь придет на ганг, и он там манки кинга... Так... Нам нужны варды. ТП. Ты слышишь, Мирана? И просят прийти... На ганг. На ганг, не знаю, здесь... Стоят у них варды, не стоят, посмотрим. Попробуем убить. Что из этого получится? Не сидит он там на дереве-то? Алло, ты, конча, тупорывы, иди, сука, на ганг, да... Конча. Конча! Давай, микро назад, убираем микро. Да, мы его не заберем. Так, давайте... Возьмем... Возьмем манюшек. Худ сделать, сука, они на шмиде работник, которые ведутся в хутрусах. Хуя-сос, хуя-сос. А, блин. Я с ним разговариваю, но у меня не на той кнопке это... Микрофон включается. Поняли, да, прикол? Я с ним болтаю, блин. Болтаю. С изменениями доты поменялись... Поменялась раскладка. У меня никого нет. Только некор. Мне нужна мана, срочно. Я юзаю. Я юзаю, я иду... В обход. Блядь. Я не могу сказать. Никакую букву, сука. Ладно. Та-дам-дам-дам-дам-дам. Не понял прикола. Какая у нас тут порыва, Дамирана. Просто... Они меня... Они меня видели, по-моему. А, они меня... Ты кусок уебана. Даже своей ебаной стрелой не может постоячим. Хе-хе-хе. Весело. Я понял. Сейчас он назад пойдет. Не, мне кажется, у них здесь вард стоит. А, не смотри, они вот здесь ходят. Не просто же так. Правильно. Так, давайте, 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 вот сюда вардик мы поставим. Чё, пугна нас тоже увидел, что ли? Знаете, как-то я и... Ой-ой-ой. Я понял. Я понял. Стояла, стояла в кустах, ждала нас, пока веник сюда притапешится. Веник я не нанес урон, потому что там еще хил с фонтана шел. Мне кажется, они вардят. Да, у них вот пугнавардит. Снутри надо взять. Сентрики. Куда эта чума вард ставить пошла? Она не поставила, у нее с собой вард. Ладненько, пойдем охранять луну. Ну, честно скажу, что по поводу победы в данном матче я не очень уверен, потому что луна против обезьяны не очень, мне кажется, заходит. Ну, попробуем. Поиграем, посмотрим. Можно аккуратно кто-нибудь? Ух, Виномансер. Закончен. Ну, знаете, какая ситуация? Если, допустим, Акс нормально будет играть? Сентри, варды, сентри, варды. Блять, он заебал, пиздеть, ну реально. Затнись ты нахуй. Я очень не люблю играть с людьми, которые пиздят. Просто пиздят, не умолкает. Ну, невозможно, сука, играть. Дело даже не в том, что я записываю. Дело просто в том, что это отвлекает и... Меня очень это сильно раздражает. Ты что, сука? Обычно на пудже, когда я играю, я возвратку собираю сразу же. Ну, здесь что-то затянется у меня вот эта вот возвраточка. Там, по-моему, луну идут гонгать. Здесь нет варда? Ох, ебаный в рот. Давайте, давайте, давайте. Иди-ка сюда. Нормально, нормально, нормально. Он у нас с мамочком, но это вообще какой-то жестяк. Какой ловел? Что-то не успел глянуть. Десятый. Я девятый. Ну, в принципе, нормально. Хотя не очень нормально, они тоже вдвоем стояли. Блин, сейчас скажу, я немножко опасаюсь один бегать гонгать, потому что могу нафидить, если эти педики начнут бегать вместе, делать тпшки, всю эту херню. Как бы я ни амфидонила. Вот где этот чучело? Чучело сидит на дереве. А с чучело сидит на дереве почему? Потому что у них стоит где-то здесь вард. И он, скорее всего, все это видел. Да. Вот такие вот пироги, ребятки, получаются у нас. Вот тут обезьяна бегала. По деревьям. Ты, сучка, не убежишь. Ой, не убежишь. Загоняй, суку. Хе-хе-хе-хе. Я че-то не помню, где она, блядь. Бомжиха, номера не такая бомжиха играет, реально. Давайте опять сюда сходим. По идее, если здесь стоял вард, он должен был уже упасть. Ну да, здесь стоят варды. Опять. Она ставит до сих пор сюда варды. Чума. Где? Или здесь где-то? Я не знаю. Иди ты нахуй, сука. Ну просто пиздец, ребят. Ну увидели, да? Бим. Охуенный был. Бим был охуенный. Зачем она сюда поперлась? Я вообще этого не понимаю. Не, ну эта игра проиграна, сразу говорю. Ну просто, луна могла бы выиграть эту игру. При всем, при том, что это луна. Если бы тип на ней нормально играл. Но, блядь. В эту луну я не очень верю. Не могу сказать, что он плохой. Там, вроде на линии стоял. Более-менее. Но, блядь. Он очень не сливово играет. Он... В зависимости от той же макаки, да? В зависимости, блядь. В сравнении. Той же макаки. Макака она... Где-то вот здесь сидит на дереве. Чума, блядь. Блядь. Она сидит здесь на дереве. Понимаете? На дереве вот здесь сидит. Какого хуя? Что ты здесь делаешь? Чума, блядь. Я просто в шоке, ребят. И вот в чем разница между луной и макакой. Он мало того, что сам не умирает. Но один раз его всего убил. Так еще и сейвит пиллер виженом своим. Да, он может не так много фармит, как мог бы. Но он не умирает. А деньги капают. Денюшки. Надо возвратку собирать. И уже посмелее драться. Они везде варды стоят. Поэтому смысл ходить, пытаться их загонгать. Проще поформить. Потому что Пуджу тоже нужны какие-то начальные артефакты для того, чтобы более-менее как-то нормально драться. Вообще у нас лесник вот этот вот на аксе должен уже начинать заниматься вещами какими-нибудь нормальными. смоук. Смоук. В принципе, там могло бы все обойтись одним хуком, но ладно. древствуйте. Дай пройти это, дай пройти мне. Ну, вроде неплохо, да? Так, я пошел домой. Отойди, эти уроды. Предимаете, вот эти уроды, они сейчас умрут. Просто умрут. Я говорю, вот эти 3000, они, ну, просто это жестяк какой-то. Разменялись. Так, 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 так. Что-то нам надо выкинуть. Так, кстати, по поводу дополнительных трех слотов. Вот эта вот фигня. Одобряю. Это действительно нормальная тема. Я сразу, когда играл первый раз, не понял, что это за хрень вообще. Потом уже разобрался. Тема нормальная. Но. Бля. Это чему можно было бы? Что-то я не очень хочу идти. Он с армалетом, понимаете? Но они здесь все, 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 блядь. Вот, обезьяны, которые не фармила, и луна, которые фармила. Да, смотрите. Разница есть в артефакт. По-моему, обезьян даже больше. Хотя, или где-то так же. Вот здесь одна надежда на акции. Если он будет нормально прыгать, у нас есть шанс. Луна не затащит здесь. Ну, вивер. Не знаю, в принципе, какой у него счет. Я не знаю, как он играл вообще. 5-3, 5-3. Ну, нормально, в принципе, тоже может потащить. Посмотрим, короче. Не буду ничего говорить. Так. Самое главное, буду заниматься тем, чем я должен заниматься, саппортить, помогать. Так. Чек. Блин, кнопки перепутал. Чепуха сразу. Ну, с дерева не снимает. Я-то думаю просто. Не знаю, наверное, стоит отойти, потому что они опять сейчас все сюда прибегут. Луна может умереть. Не, они все, они все здесь. Они просто в пятером бегают и все. Луна, что ты делаешь? Ой, луна, блядь. Чего? 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 Как, как я промазал хуком? Блядь, че это за хуйня? Это же невозможно. Она, блядь, не успела бы сюда зайти. Как? Че-то за хуйня, блядь. Какой-то пиздец, реально. Ладно, самое главное, что замес мы выиграли. Хотя, размен был один, а не, мы не выиграли замес, или выиграли. Некор умирал? Некор не умирал. Нет, не выиграли мы ничего. Ничего. Так, худ. Варды, сэнтри. Зачем этой чуме хаста сейчас нужна была? Объясните, блядь. Нахуй те хаста, чучело. Вот зачем, блядь? Мне просто, ну реально, вот бесит. Я бы мог взять хасту, побежать в лес, кого-нибудь пытаться убить. Нет, он взял хасту и побежал в магазин. Блядь. Нахуй, в муту вообще закинуть надо. Чучело какое-то порывое. Это, ну вроде мелочи, да, я в принципе, ну че я с этого бомблю. Но, ребят, реально, вот с такой вот мелочи, с таких мелочей, вся игра-то и, так скажем, слаживается, складывается. Я бы мог кого-нибудь сейчас убить, реально убить. И убежать. Понимаете? Ну не, БКБ очень надо, очень. Они здесь пятером, блядь, не надо. Иди фарми, иди фарми, не нахуй отсюда. Они тупо в пятером бегают. Так, где тут? Самое главное, паджиком не лезть вперед всех. Стоишь сзади, ждешь, пока начнется замес, выхукиваешь одного от кого-нибудь загулявшего, и сжираешь. И все вот в таком духе. Это макака у меня ебаный весь. Ну, по-любому она где-то палит нас. Нет, они на базе сидели. Они что, реально нас так боятся? Я бы не сказал, что мы намного сильнее. Есть акс, который может залететь. Тогда да, если он нормально залетит, они проиграют замес. Но, если он не залетит. Короче, тут спорно. Но он вроде залетает. Вот, вот что они боятся. Он может залететь, может не залететь, но он, по-моему, в последнее время залетает. Поэтому они, наверное, этого и опасаются. Ах, тут чума. Чего, чего, чего? А, он пиздит там, вивер, наверное, пиздит еще что-то. Убил! И этого убил. А, паджик, да? Как я соинициировал? Сучка. Инициация прошла успешно. Кстати, по поводу обезьянки. В принципе, понял, что это за герой. Ну, когда первое видео я снимал, вообще не знал, что это за персонаж. Первый раз на него играл, и не смотрел вообще, как на нем правильно и че он играет, и че он из себя, так скажем, представляет, да? Сучку хукану. Ах, хукану, сучку! Все, 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 все присмотрелся героя герой жесткий по поводу раскачки когда я там снимал видос на нем играл говорил что третью скорее всего не надо качать ну предполагал нет на самом деле там какая-то херня типа из теста кэш как она работает есть из так лишь четыре раза по герою дополнительно урон появляется и вампиризм вот это жесткая тема кстати вампиризм 50 процентов было 80 по моему когда я снимал чуть поменяли что а я снимал то где в дотиме по моему да же обычный вот короче эта херня жесткая жесткая но если так скажем как я в принципе и говорил если я буду играть на коре против этой панды и в принципе на том коре которую я возьму специально против этого героя я его вынесу легко то есть не воспринимаю этого героя серьезно он неплох он down сильно стоит линию против милишников так принципе он достаточно сильный но если собирается кинь быть хикс и прочая херня то это до героя побежали 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 уходим-уходим-уходим настали времена получше сучка мама выжгла выжигала все что можно было то есть у нас луна и делаем намить ну все идет к победе ребятки все идет победе лесной акс принципе неплохо сыграл даже можно его похвалить играл нормально просто сейчас к лесникам у меня очень негативные отношения постольку поскольку они вот сколько я игр сыграла мальчики они себя вообще не показывают никак ну это так с вроде нормально соси пососи соси 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 сучку и даже не увидели ее даже нет самый не к ци дик сюда дичь хана веники такой федера со счет натуре играть акса высосали я не знаю у меня манна 0 а я я я я я я я подставлюсь давай умри умри ну давай отойдем ничего нету давай назад нету ничего кстати вниз у них уже сломан они до сих пор дрались здесь зачем так давайте наверное будем собирать аганимус потому что с аганимом так с аганимом идет улучшение крюка нашего знаете что он улучшает сейчас даже сам не знаю прочитаю уменьшает время перезарядки увеличивает урон перезарядка со скипетром крюка 4 секунды он со скипетра со скипетром 450 вместо 360 понимаете суть вот если учитывать то что мы после хука будем жрать нашу цель а живем мы по времени 3 секунды так даже до 3 секунды за перезарядки 4 секунды идет ну и когда время хука естественно пока мы хуканем пока жрать начнем та секунда которую в принципе надо подождать его как закончили до чего ну как блять ну как какого такого имана нету сучка крашена не знаю ему на возвратку похрену для им вообще плохо на возвратку это чучело на все не заебало мигать уже пошло нахуй отсюда мигает что-то блять мигает что мигаешь чучело макака кстати эти макаки которые за меня впадались такие чмошники вообще кончены я не знаю кто на них играет может быть школьники которые нового героя хотят поезд я не знаю я не играю на этом персонаже вообще не воспринимая его всерьез но эти чумошники мне столько игр слили я вот говорю я на пудже допустим играю сапорчу там хука это все да гангу в принципе более-менее какой-то вклад в игру в нашу пользу приношу команде ну эти чумошники блять макаки это пиздец мне столько игр послевали уже что я говорю я вообще не могу с места тронуться с этих 3000 ммр настолько низко пал в том какой контингент здесь играет или блять реально ну просто от игры от от игры вот командной игры зависит многое скорее всего уже здесь надо было форсик все купить но пока что бабосы нету сначала гонимус чуть вордов поставим откуда он на плюс у нее бы кб есть есть но а смотрите макаку она не убивает смотрите как она отживается сучара сучья тварь я говорил она здесь очень слабо и в принципе она против макаки слабо и на ней играет еще дебил какой-то он не не оценивает свои силы реально вверх потащить чай дубы я наверное ханга ханга ханг до сюда сучки крашены пуджика блять хуй убьешь да иди ты нахуй чучело он просто пиздец он столько урона наносит форсик надо было сразу дарить до аганима что-то я подумал что так нормально будет агр 3 секунды нормально убивает они агс урод конечно он постоянно что блять пикает пикает но играть нормально 100 секунд макака начало купалась до этого что ли мирана тоже до 15 киллов сделал один раз сумела все нормальный тип тоже играет на миране на луне вот такой чучелейла играет моноторе почему просто не прожать тюльт просто ну акс сагрил подойти не прожать тюльт я не понимаю этого так о форс как раз бабоса хватило на форсик вместо того чтобы подойти прожать тюльт он нажал мол мол сейчас сало дает да как вы могли видеть и нельзя пользоваться способностями ему пришлось бить с руки хотя они в принципе убили но он умер если бы он просто прожал ульту было бы все попроще ух блин я не могу там крип крип вот этот ходит сучки я короче запейте там просто эти крипы вокруг него ходили ай суча манси манси давай ты блять башит меня будешь без остановки что ой-ой-ой-ой кого-то лучше блять ух ты ж сучка крыша на блять иди сюда блять я тебя прочитал на нет 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 макака ну пиздец она конечно блять живучи сучара еще хилится но он один здесь не выиграет ну понятно что уже не выиграет вообще в принципе потому что один кор в принципе которого может просто согреть акс и его расчленят мало по идее здесь должна была какая-нибудь быть фармящая пугна или фармящий некор который очень многое бы в замесе делал но что я не вижу ни того и ни того они как не знаю как саппорты играют фармящий вина мастера вижу да собрал себе какую-то херню а гоним мельнир мельштон перепутал инвокер тоже такой себе посредственный 512 тем более у нее счет ну миран нормально катается смотрите у нее и закуп тоже такой неплохой миран акс миран акс ну вивер я не знаю что то его не сильно замечаю в драках он как бы есть но я чуть не внимание не обращала на него не знаю но миран акс нормально играет кнопки переделаю так две шестьсот рублей у нас две шестьсот и виверена не знаю что еще прикупить какой-нибудь тараскл или кирасу лучше шиву 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 можно взять ничего не я первый раз в жизни это вижу это как это как блять нихуя себе так позволяет автоматически менять каждые 10 секунд способность идентичную которую уровень на только а я не то читаю три стрелы это как это с агонимом блять или со способностями вот этот раз ой все не успел хуканать все ребят спасибо за просмотр с вами был нам к подпишись на канал ставьте лоис заключение ребятки на пудже можно реально быть очень полезным в ммр чеки своей команде и делать игру но повторюсь что здесь сейчас все сводится к тому с последними обновлениями что все зависит от командной игры от 5 человек если хоть одно чмо будет реально плохо прожимать кнопки свои то скорее всего вы проиграете но пудж очень полезен на нем можно реально хорошо саппортить и гангать там вот это вот все можно на меду стоять то есть своими гангами сломать игру противнику все 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 это можно делать на пудже он реально заходит на нем можно поднимать ему марш все в таком духе всем спасибо своему нам ко всем пока